Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет обзор самых известных книг Патрика Мадиана. Жан Патрик Мадиана – классик современной французской литературы и признанный мастер поэтической прозы. В одном из интервью Мадиана сказал «Сюжеты моих книг – это время. Его герои поглощены поисками самих себя и своего прошлого. Они стремятся попробовать подняться по течению лет, чтобы разобраться, узнать, не было ли другого пути и не могло ли все сложиться иначе». Отсюда особая атмосфера произведений Мадиана, их притягательная задумчивость и неспешность действия, характерная для людей, погруженных в воспоминания. Патрик Мадиана – лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 года, а также обладатель множества престижных наград, в числе которых Ганкуровская премия и Большая премия Французской академии. В романе «Улица темных лавок» писатель лишает памяти своего героя, который носит чужое имя – Ги Ролан. Но потеря памяти не приносит ему счастья, и на протяжении всей книги он ищет свое прошлое. Роман построен как детектив, в котором, однако, герой, служивший в частном сыскном агентстве, ищет не преступника, а самого себя. Потеря памяти – тема не новая для французской литературы, но решает ее Мадиана по-новому, во всяком случае, по-своему. Ведь, пытаясь найти себя в прошлом, Ги Ролан вызывает к жизни множество людей. И вот по страницам романа проходит череда персонажей, существующих где-то на обочине жизни, столь типичных для мира создаваемого Мадиана. Чаще всего это люди без родины, непременно наделенные не французскими фамилиями, как правило, фотографы, бармены, рестораторы или жакеи, а то и люди без определенных занятий, но обязательно с чудачествами. Мадиана как будто бы считает своим долгом сберечь память о них, потому что, может быть, из этих судеб и сплетается судьба Ги Ролана. В романе «Маленькое чудо» 18-летняя героиня пытается разгадать секрет своего рождения. Ее прошлое – это загадка, в центре которой образ матери, умершей в Марокко. В старой коробке из-под печенья несколько запутанных следов. Фотографии, записная книжка, «Еженедельник» – обрывок тетрадного листа, на котором аккуратным почерком выведено предсказание неизвестной гадалки. Девушка блуждает по барическим улицам, будто подхваченное течение, стремясь навести порядок в своей жизни, когда неожиданно в переполненном метро в лице случайной попутчицы она узнает знакомые материнские черты. Следующая повесть «Незнакомки» состоит из трех женских монологов. В каждом из них героиня, остающаяся загадочно безымянной, рассказывает об определенном отрезке своей жизни, стремясь поделиться чем-то важным и удивительным, одновременно стараясь спрятать это среди, на первый взгляд, незначительных событий и наблюдений. Как сказал Патрик Мадиана, ясно, что каждая из женщин говорит о своем прошлом, но неизвестно, где они находятся сейчас в момент рассказа и что с ними осталось в жизни. Непонятно откуда исходят эти голоса, одновременно и близкие, и далекие, и поскольку невозможно увязать ни одну из этих историй с дальнейшей судьбой героини, то кажется, будто бы каждый рассказ — это отколовшийся кусок льдины, навеки обреченный одиноко носиться по волнам, обретая черты то ли сновидения, то ли фантазии. В творчестве французского писателя причудливо сплелись различные тенденции и стили, характерные для современного искусства, и это составляет его своеобразие и его привлекательность. А из-за его одержимости в прошлом его иногда сравнивали с Марселем Прустом. Книги Мадиана получили признание не только во Франции, но и за ее пределами. С книгами из обзора вы можете ознакомиться в нашей центральной городской библиотеке имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok